Кэшбэк дня от Т-Банка это кэшбэк каждый день. 365 дней с выгодными покупками с кэшбэком до 40% по самым популярным категориям. Получайте повышенный кэшбэк дня от Т-Банка каждый день. Результаты премии Эмми, первые отзывы о сериале Пингвин, анонс ледникового периода 6, эпичный мультивселенский кроссовер в четвертом Человеке-пауке и главный злодей третьего Венома. Всем привет, это снова я Артём и у меня как обычно... Новости недели. В этот раз начну сразу с финала, финального трейлера финальной части Венома. Да, на прошлой неделе Sony опубликовали новый финальный трейлер Венома Последний Танец, который наконец-то раскрыл личность таинственного злодея Триквелла. И оказалось, что главной угрозой в картине станет никто иной, как сам создатель симбиотов Нал. Кто играет злодея, пока не раскрывают, но в соцсетях уже ходят слухи о том, что его сыграет Норман Ридус, хорошо известный фанатом «Ходячих мертвецов» и «Дэдстрендинг» Хидео Кадзимы. Ну а благодаря Ридусу Нал сможет удачно появиться не только на экранах, но и в карманах создателей. Понимаешь? И хоть пока внешность Нала толком не показали, уже по его силуэту понятно, что он будет супер каноничным. При этом студия не стала вдаваться в подробности его мотивации, очевидно, охраня секреты до релиза. Ну ладно, можешь не рассказывать. Тем не менее, в трейлере все же оставили намеки на то, что нам покажут в третьем Веноме. О сюжете говорит сам выбор злодея, ведь по комиксам Нал был древним божеством, который появился в результате гибели шестой версии космоса, вселенной, которая предшествовала Марвеловской вселенной, то есть той, где происходили события комиксов Марвел до событий секретных войн. Нал считал образовавшуюся пустоту своим королевством тьмы, поэтому, когда туда прибыли целистиалы и начали создавать седьмую версию космоса, он восстал против них. Нал сразил одного из целистиалов и отрубил ему голову, внутри которой устроил лабораторию, где с помощью космической энергии существа создал симбиотов, чтобы использовать их в борьбе с целистиалами. И да, вы правильно поняли. Это именно та самая голова, известная как рудник забвения, которую мы уже видели в «Стражах галактики». И очень похоже, что сцена с касанием Венома и Эдди, которая зеркаливает касание Адама и Бога из знаменитой картины Микеланджело, является тонкой отсылкой к финальной части трилогии «Стражей» с касанием Квилла и Адама Уорлока. Как сложно! С армией симбиотов Нал собирался убить всех целистиалов и вернуть вселенную в изначальное состояние пустоты, но созданные им паразиты взбунтовались и заточили своего создателя в клетки собственных тел. Так появилась планета симбиотов Клинтар. Очевидно, именно ее нам и показали в трейлере, так что фильм явно повторит комиксный канон. Кстати, дебют Нала в комиксе состоялся в первых выпусках четвертого тома Венома, где он, чтобы освободиться из своей тюрьмы, использовал связь с драконоподобным симбиотом Грянделем. Поэтому вполне возможно, что монстр, которого все приняли за ксенофага, на самом деле симбиот, которым управляет Нал из своей живой темницы. И несмотря на то, что это финальный фильм трилогии, для Венома это только начало. Ведь несмотря на то, что Сони активно пытаются убедить нас в том, что это последний танец симбиота, инсайдеры утверждают обратное. Как сообщает сайт The Cosmic Circus, Марвел и Сони готовят в Веноме сюрприз для фанатов Человека-паука, которого могут раскрыть уже в сцене после титров последнего танца, так как журналист Алекс Перец слышал, что фильм может закончиться клиффхенгером, в ходе которого симбиот снова окажется на Земле 616. Таким образом, фильм проложит дорогу для Венома в четвертую часть Человека-паука, где нам наконец-то покажут долгожданный кроссовер двух томов. Ой, простите. Двух томов, Харди и Холланда. Совсем недавно Том Холланд затизерил в своих соцсетях некий секретный съемочный день, который вполне может оказаться съемками сцены после титров Венома. И это может быть не просто камеон, а начало Четвертого Человека-паука, который станет просто мега эпичным мультивселенским кроссовером. Согласно этим слухам, в Четвертом Человеке-пауке смертельный защитник и дружелюбный сосед объединятся, чтобы противостоять Налу, который, узнав о мультивселенной, попытается погрузить ее во тьму. Причем в их тандем могут попасть и другие пауки из мультивселенной. Инсайдер My Time to Shine Hello рассказала, что Человек-паук 4 станет событием уровня Мстителей. И многие фанаты расценили это как намек на возвращение пауков Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Ведь в одном из предшествующих постов она пообещала, что мы увидим воссоединение героев уже совсем скоро. Правда, Эндрю Гарфилд, как обычно, по старой доброй традиции все отрицает. Знаете, интернет очень большой, и я думаю, что там очень много тех, кто скажет что угодно ради кликов. Так что боюсь, что вас могли обмануть. Но даже если Тоби и Эндрю не появятся в четвертом фильме, без паучьего тандема мы не останемся. Ведь, как рассказал портал Deadline, прямо сейчас студия ведет переговоры со звездой очень странных дел, Калебом Маклафлиным, который имеет все шансы сыграть в четвертом пауке роль Майлза Моралеса. Студия, кстати, уже нашла режиссера, который снимет этот паучий эпик уровня Мстителей. Им станет постановщик Шанчи и Легенда Десяти Колец, Дэниел Дэстин Креттон, который ранее значился постановщиком Мстителей Династии Канга, пока студия не переиграла все планы после увольнения Джонатана Мейджорса. А вот от первоначальных, более приземленных планов на Человека-паука 4, Марвел пришлось отказаться из-за сбастовок, которые вынудили студию перенести премьеру. Напомню, что изначально Кевин Файги планировал рассказать уличную историю, в которой дружелюбный сосед противостоял Уилсону Фиску вместе с Сорвиголовой. Также в фильме должен был появиться и Человек-муравей, а на роль второстепенных злодеев рассматривали Скорпиона, Мистера Негатива, Спенсера Смайта, Бродягу и даже преступный синдикат Маджи. Но после переноса даты выхода, Новый Паук оказался между Мстителями Судный День и Секретные Войны, что вынудило Марвел посвятить новый паучий сольник мультивселенной. Тем не менее, после Секретных Войн студия все же планирует вернуться к уличной истории, что после кроссовера с Веномом явно может ощущаться даунгрейдом. Ну а лично мне кажется, что история этого Человека-паука уже давно ушла в космическое мультивселенское фэнтези, поэтому для более приземленной истории подошел бы четвертый сольник Тоби Магуайра, который вполне мог бы вырасти в отдельную паучью сюжетную ветку. Представьте себе такого повзрослевшего Тоби, повидавшего разное мультивселенское дерьмо и вернувшегося в свой Куинс, чтобы продолжить бороться с преступностью. Звучит вполне себе как неплохая нуарная история. Ну а пока нуарной уличной историей про преступность нас порадует Пингвин, который стартует на стриминге Макс уже на этой неделе. И в сети уже появились отзывы критиков, которые в один голос говорят, что это самый настоящий... По их словам, Пингвин это мрачная, жестокая и психологически тревожная гангстерская сага, которая описывает как «Когда Бэтмен Мэтта Ривза встречает клан Сопрано». Конечно же, многие называют главным украшением сериала игру Колина Фаррелла, который воплотил на экране не антигероя, а самого настоящего злодея. Ему даже пророчат статуэтку за лучшую актерскую игру на предстоящем Эмми. Однако даже его мастерская игра не смогла затметь работу Кристин Миллиотти, которая сыграла Софию Фалькона настолько шикарно, что чуть было не украла все зрительское внимание. В итоге сериал заслужил очень высокие оценки, даже выше, чем были у Бэтмена Мэтта Ривза. Так что Пингвин установил новую планку качества. Кстати, прямо перед премьерой стриминг выложил видео с трансформацией Фаррелла в Освальда Кабблпотта. Видимо, на тот случай, если кто-то до сих пор не может поверить, что это Колин Фаррелл. Правда, сам актер не в восторге от такого грима, который настолько вымотал его на съемках, что он больше никогда не хочет возвращаться к этой роли. Когда я закончил съемки, то сказал себе, что никогда больше не надену этот ебаный костюм и эту ебаную голову. Не поймите меня неправильно, я его обожаю, но он меня вымотал. Под конец я вечно ныл и жаловался всем, кто готов был меня слушать, что я, блять, хочу скорее с этим покончить. Но вряд ли он это всерьез. Ведь Мэтт Ривз задумал сериал как Ориджин Пингвина, который из мелкого гангстера смог пробиться на верхушку криминальной пирамиды Готэма. И вместе с этим сериал должен связать события первого и второго Бэтменов. Его история начинается прямо с финала первого Бэтмена, в котором Готэм оказался затоплен в результате действий Загадочника, но закончится ближе к концу года. История разворачивается в течение нескольких недель и подводит к концу года. Мы не затронем Рождество или Новый год, но сериал закончится где-то ближе к праздникам. Ну а это говорит о том, что второй Бэтмен будет происходить зимой, и скорее всего во время праздников, раз Пингвин закончится прямо перед ними. Ну а такой сеттинг явно говорит о том, что главным злодеем сиквела станет праздник, который появлялся в арке Долгое Рождество. Хотя My Time to Shine Hello намекает на другого зимнего злодея Бэтмена, Мистера Фриза. Короче, новое путешествие в Готэм будет очень интересным, и это не может не радовать. Ведь если вы подписаны на меня в соцсетях, то знаете, как сильно я обожаю путешествовать. Новые места, природа, люди и самое главное, кухня. Ведь то, какую еду готовят местные, очень много говорит о месте, культуре и людях, которые там живут. И представьте, как было бы круто, если бы можно было пробовать местную кухню вымышленных вселенных из фильмов и книг. Представили? Ну а теперь плод-твист. Яндекс.Лавка объединилась с букмейтом и создали специальное меню с блюдами по мотивам популярных книг. Там можно попробовать блюда, вдохновленные вселенными Ведьмака, Дюны, дневника Бриджи Джонс, Ешь, Молись, Люби, Мемуаров Гейжи и Безумно Богатых Азиатов. Так что уже сейчас вы можете перенестись в фэнтезийный мир Ведьмака, отведав бигу с колбасками, или почувствовать себя фрименом на пустынном Аракисе из Дюны, попробовав рисовой каши с соусом мачо, белым шоколадом и персиком. Ну и, конечно, прочитать или прослушать все эти и многие другие книги можно в букмейте, книжном сервисе Яндекс Плюса. Короче, обязательно попробуйте. А ссылку на полку с книгами оставил в описании. Этой осенью мы также посетим Готэм и в новом Джокере. В прошлом выпуске я рассказывал, что критики не так уж высоко оценили «Безумие на двоих», но обычно плохие отзывы становятся предвестником кассового провала. Ведь многие зрители обращают внимание на отзывы, когда решают идти в кино или нет. Но в случае с Джокером казалось, что беспокоиться не о чем, поскольку первая картина тоже вызывала противоречивое мнение, что не помешало ей стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории. Правда, вот «Безумие на двоих» рискует не достичь таких же высот. Ведь на прошлой неделе появились тревожные слухи о том, что предпродажи билетов на сиквел Джокер оказались настолько низкими, что уступили даже провальным Флэшу и Капитану Марвел 2. Но затем подоспели аналитики, которые всех успокоили, заявив, что предпродажи «Безумие на двоих» стартовали уверенно. Правда, все-таки ниже уровня первого фильма. Так что теперь картине прогнозируют старт в американском прокате на уровне 70 миллионов, что на 26 миллионов меньше, чем было у первой части. И это не очень хорошие новости. Ведь, по слухам, бюджет сиквела составил в 4 раза больше, чем оригиналы. 200 миллионов долларов против 55. Так что сиквелу нужно собрать как минимум полмиллиарда, только чтобы отбить затраты на производство и маркетинг. Поэтому как бы новый Джокер не рассмешил нас своими кассовыми сборами. В сети, кстати, уже появились спойлеры к концовке «Безумие на двоих», которые распространяют такие крупные ресурсы, как «Одыхали вот репортер» и «Варайти». Так что аккуратнее читайте киношные паблики. Будь осторожен, Фродо. Я, естественно, спойлерить себе и вам не собираюсь. В общем, через пару недель увидим, насколько хорошая была идея давать такой большой бюджет фильму с рейтингом R в экспериментальном музыкальном формате. Знаешь, звучит как охуенная идея! Ну а силу небольшого бюджета на этой неделе показал хоррор с Джеймсом МакЭвэем «Не говори никому» от студии Бламхаус. Картина является ремейком датского хоррора 22-го года и при затратах в 15 миллионов долларов собрала в одни лишь первые выходные 20. Чему точно поспособствовали восторженные отзывы критиков про «Никому не говори». Они всем рассказали, что это отличный ремейк, который смог хорошо передать идею оригинала и умело держит в напряжении, особенно в третьем акте. Но главным достоинством картины стала актерская игра Джеймса МакЭвэя, который своей харизмой вывел картину на новый уровень. Ну а если мнения критиков вас не убеждают, то обычным зрителям хоррор понравился так же сильно. Однако, несмотря на успех «Не говори никому», доминировать в прокате продолжил «Битл Джуз Битл Джуз», который по результатам двух недель заработал 264 миллиона долларов. Так что получается, что «Битл Джуз» уже окупил свои затраты и теперь вовсю выкачивает деньги прямо из загробного мира. И тут студия очень угадала с даты релиза, ведь фильмы Бёртона традиционно очень хорошо заходят в осенний период. Ну а если вы уже посмотрели нового «Битл Джуза» и по второму кругу гоняете Бёртоновскую классику, то у меня для вас хорошие новости. Ведь на этой неделе стартует фэнтезийный сериал «Это всё Агата», напоминающий своей атмосферой готические сказки Бёртона. А вот сюжет сольника Агаты должен стать гораздо масштабнее, ведь он будет связан с глобальной историей саги мультивселенной. Сериал напрямую продолжит сюжет Ван Де Вижена и явно будет тесно связан с историей Алой Ведьмы, которая, если верить инсайдерам, скоро вернется на экраны с собственным сольником. А вот и я! Не ждали! Его упоминание появилось на сайте Production Weekly, который публикует информацию о готовящихся съемках. Там картина указана под названием «Алая ведьма», а сценаристами значатся Жаклин Шефер и Меган Макдоналл, которые написали сценарий для Ванды Вижена «И это всё Агата». Релиз Алой Ведьмы запланирован на 26-й год, видимо, сразу после выхода сериала «Квест Вижена», который наверняка подхватит эстафету Агаты и подведет историю напрямую к сольнику Ванды. Сейчас студия уже готовится снимать «Квест Вижен», и пару недель назад к касту присоединился Тодд Стэшвик, известный по сериалу «Звездный путь Пикар». Кстати, изначально студия и вовсе не планировала убивать Ванду в мультивселенной «Безумие». В сети появились детали ранней версии сценария второго «Доктора Стрэнджа», который подтвердил знакомый с внутренней кухней студии сценарист Бо Де Майо. В этой версии сюжета гораздо больше внимания уделили мотивам Ванды, которая после событий в «Вествью» оказалась под присмотром Стрэнджа. Она стала наставницей Америки Чавес и начала помогать Стрэнджу и Вонгу бороться с угрозами нашей реальности. Главным злодеем фильма должен был стать Кошмар, который был вариантом Стрэнджа, испорченным под влиянием Даркхолда. По этому сюжету герои преследовали Кошмара по всей мультивселенной, в ходе чего Ванда постепенно теряла нацовой контроль, так как постоянно натыкалась на альтернативные версии самой себя, у которых были семьи. В конце концов, она помогла Стрэнджу одолеть Кошмара, но затем приняла решение сбежать в другую вселенную, где у нее есть дети. Вонг попытался остановить Ванду от вмешательства в стабильность мультивселенной, и она в ходе схватки с Верховным Чародеем случайно его обезглавила. Жалко, что Марвел отказались от этого сюжета, ведь он звучит гораздо интереснее и логичнее. Ну а третий Доктор Стрэндж, который по слухам находится в работе, тоже должен будет погрузиться в мультивселенную и экранизировать комиксную арку «Время на исходе», которая была предысторией к «Секретным войнам». И похоже, что именно этот комикс и станет источником вдохновения для сюжетки Доктора Думы. Ведь все тот же Алекс Перец намекнул, что студия объяснит замену Канга на Дума через персонажа Рабума Алала. В комиксах это было альтер-эго самого Дума, под которым он сформировал вокруг себя религиозный культ «Черные лебеди», чтобы предотвратить планы существ, известных как потусторонние, по уничтожению всей мультивселенной. Так что, может быть, в КВМ Дума кажется альтернативным вариантом не Тони Старка, а Канга-завоевателя, который будет искать способ спасти мультивселенную от действий своих других вариантов, которые в этот раз останутся за кадром. Но сам гений миллиардера-филантроп вернется на экраны гораздо раньше. В сети появились новые слухи о том, что студия все же планирует представить Тома Круза в роли альтернативного «Железного человека», и его появление может состояться уже в «Фантастической четверке». Но учитывая, что события фильма будут происходить в альтернативных 60-х, то получается, что в той вселенной Тони родился гораздо раньше, чем на Земле 616. Ну или в этой вселенной «Железным человеком» будет его отец, Говард. Причем, по словам «My Time to Shine Hello», студия собирается использовать Круза по полной, так что после «Фантастической четверки» он вернется в «Судном дне» и «Секретных войнах». И тогда мы точно увидим мега-крутую встречу «Железного человека» в исполнении Тома Круза и «Доктора Дума» в исполнении Роберта Дауни-младшего. После чего мультивселенную можно будет официально закрывать. Да, после такого анимационному паучьему мультиверсу в «Человеке-пауке за гранью вселенных» будет трудно нас удивить. Так что он удивляет прямо сейчас. Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что команда мультфильма отказалась почти от всех идей для триквела по творческим причинам. Так что теперь за гранью вселенных якобы отложили, аж до 27-го года. Какого хрена, блин? Правда, композитор мультфильма Дэниел Пембертон попытался опровергнуть эту информацию, назвав ее не совсем точным. Однако Джефф Снайдер назвал это худшим примером отрицания в истории. А вот новые Люди Икс будут отрицать Росомаху. Дэниел Рихтман рассказал, что состав команды в предстоящем ребуте кроссовера «Мутантов» будет близка к тому, что мы видели в мультсериале Люди Икс, но к ней могут присоединиться несколько других героев. При этом Росомаха в картине не появится, так как студия не хочет торопиться с поиском нового Логана, а вместо этого планирует использовать версию Хью Джекмана в других проектах КВМ. «Они будут заставлять его делать это до 90 лет». Выход Люди Икс должен состояться в 26-м или 27-м году, до «Секретных войн». Так что ждать осталось не так долго. Ну а еще меньше осталось до возвращения миротворца, ведь Джеймс Ганн подтвердил, что второй сезон выйдет во второй половине 25-го года, то есть уже после «Сольника Супермена». А это значит, что сериал про «Корпус зеленых фонари» придется подождать до 26-го года, ведь для него пока что только ищут исполнителей главных ролей. В прошлом выпуске я рассказывал, что студия предложила роль Хэлла Джордана, исполнителю Таноса и Гурни Халлика, Джошу Бролину. Но на прошлой неделе стало известно, что Бролин отказался от этой роли. Так что теперь студия общается по поводу этой роли с Мэттью МакКонахи. Что будет очень символично, ведь Джеймс Ганн как раз таки описывал фонарей как настоящего детектива во вселенной DC. Но в настоящем детективе как раз таки играл Мэттью МакКонахи. Ну а если откажется и он, то следующим кандидатом станет Юэн МакГрегор, а затем Крис Пайн. Ну а в кресло режиссера пилотного эпизода Ганн хочет посадить Стивена Уильямса, который известен по сериалам «Остаться в живых», «Хранители» и «Мир Дикого Запада». Плюс еще какое-то количество серий, по словам Рихтмана, снимет Люси Черняк, которая работала над сериалом «Конец этого ебаного мира». HBO, кстати, тоже сейчас погрузились в кастинг и ищут актеров на роль главных героев в предстоящем сериале по Гарри Поттеру. На роли Гарри, Рона и Гермионы ищут актеров 9-11 лет с гражданством Британии или Ирландии. Ну а самое интересное, что у Ворнеров нет предпочтений в расе, гендере, сексуальной идентичности и этнической принадлежности. Так что нас явно будут ждать сюрпризы. Вы ходите по охуенно тонкому льду, друзья мои. А вот роль нового Дамблдора может исполнить Сириус Блэк. Гэри Олдман в недавнем интервью заявил, что ему было бы очень интересно сыграть директора Хогвартса в сериале. Новый Гарри Поттер выйдет в 26-м году, но до этого времени фанатам фэнтезийных миров точно будет что посмотреть. Ведь в 25-м году выйдет очередной спин-офф Игры Престолов, Рыцарь Семи Королевств, который должен идеально перенести оригинал на экраны. По крайней мере, если верить Джорджу Мартину, который в недавнем интервью, вместо того, чтобы комментировать удаленный пост с критикой Дома Дракона, сменил тему и похвалил Межового Рыцаря. «Я посетил съемочную площадку в Северной Ирландии, и мне понравилось, что я увидел. Великолепный каст. Дунг и Эг выглядят так, будто сошли со страниц книги. Мои читатели точно их полюбят, ведь я определенно их полюбил. Шоураннер проделал отличную работу». И хорошо, если так, ведь «Властелин колец кольца власти» — наглядный пример того, как фанатов могут отпугнуть серьезные расхождения с каноном. Amazon раскрыл, что за первые 11 дней второй сезон «Колец власти» посмотрели 40 миллионов пользователей, что хоть и хороший результат, но явно ниже, чем у первого сезона. Его, по данным того же Amazon, только в первый день, два года назад, посмотрело 25 миллионов человек. Так что нетрудно догадаться, что аудитория сериала просела, что также подтверждают данные других аналитических сервисов, как я рассказывал вам в прошлом выпуске. Но, тем не менее, Amazon назвал падение рейтингов ожидаемыми, ведь то же самое произошло и с их другим хитом — «Пацанами». Так что стриминг не расстраивается и по-прежнему планирует сделать пять сезонов «Колец власти». «Остановитесь!» Но уже через два года вместе с «Гарри Поттером» вернется и правильный «Властелин колец» от старой команды. Причем Йен МакКеллен проболтался, что «Охота на голума» будет разделена на два фильма. И он сказал, что вернется к роли волшебника, если ему позволят расписание. Он пока не знает, когда начнут снимать картину, и пока даже не читал сценарий, который должны прислать только в начале 25-го года. Сэр МакКеллен рассказал, что в первую очередь хочет поучаствовать в проекте ради возвращения в Новую Зеландию. Ну а еще ему не нравится идея, что кто-то другой будет играть Гэндальфа. Тем не менее, все это будет зависеть от его занятости. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Ворнеры собираются сделать достойный приквел того самого «Властелина колец» Питера Джексона с оригинальным кастом. Вот только вся эта идея упирается в возраст актеров, которые снимались в картине уже больше 20 лет назад и с тех пор заметно постарели. Поэтому если к работе привлекут оригинальный каст, то его придется как-то омолаживать на постпродакшене. И как я рассказывал в прошлом выпуске, Орландо Блум уже признался, что они обсуждали с Энди Серкисом использование новых технологий. Что, конечно, не может не беспокоить, так как в этих случаях все портит эффект «Зловещей долины», который хорошо заметен на примере ирландца Мартина Скорсезе. Правда, с момента выхода ирландца появились новые технологии – нейросети, которые выдают гораздо более качественный результат. Кроме того, Энди Серкис заработал себе репутацию на создании реалистичной компьютерной графики, для чего он основал компанию The Imaginarium Studios. Так что есть шанс, что охота на голума поднимет планку для использования компьютерной графики и нейросетей. Ведь нет никаких сомнений, что нейросети уже в ближайшее время будут широко использоваться в киноиндустрии, чтобы добавлять компьютерную графику, заменять актеров и даже возвращать на экраны уже ушедших звезд кино. Ведь даже до появления нейросетей таких примеров было полно. Вспомнить хотя бы Пола Уокера в «Форсаже», Кэрри Фишер в девятом эпизоде «Звездных войн» или Питера Кушенко в «Звездных войнах. Изгой 1». Однако эта сфера требует регулирования, что отлично показало ситуацию с Кушингом, ведь не так давно его близкий друг и продюсер Кевин Фрэнсис подал на Disney и Lucasfilm в суд за неправомерное использование образа Питера Кушинга для обогащения. Он заявил, что Кушинг подписал соглашение, которое запрещает воспроизводить его внешность после смерти, без разрешения Фрэнсиса. Так что Дисней, получается, нарушил закон, использовав его внешность, хотя студия так не считает, поскольку уверена, что согласно контракту, который актер заключил для работы над «Звездными войнами», она имеет право использовать его образ. Мышиный дом пытался добиться отклонения иска, но это не произошло, так что теперь стороны встретятся в суде, что не может не злить Дисней, у которого теперь есть кого послать за Фрэнсисом. Жадность и алчность сейчас заставляют крупные компании творить полную дичь, что хорошо показывает скандал вокруг ассасинов. Только страсти по поводу Ясукэ немного улеглись, и Ubisoft представили новый трейлер Assassin's Creed Shadows, пытаясь сместить внимание игроков с хейта по поводу чернокожего самурая на красочную природу Японии и смену времен года. Спойлер, это не помогло. Ведь в этот раз оказалось, что студия, которая еще недавно обвиняла фанатов в расизме, не различает японскую и китайскую культуры. Первое, на что многие обратили внимание, так это то, что в трейлере звучит мелодия в китайском фольклорном стиле, причем далее в трейлере даже показывают японцев, которые играют на китайской флейте. Также игроки заметили, что некоторые здания в игре имеют китайскую архитектуру. Один из пользователей из Японии прямо в комментах под трейлером заметил, что персонажи в игре держат перья при письме так, как это принято в Китае, а не в стране восходящего солнца. Кроме того, в трейлере уже заметили ряд багов. Например, лошадь Ясукой в какой-то момент подражает лунной походке Майкла Джексона. В общем, налицо все признаки провала. И Ассасин вполне может конкорднуться. Не успело утихнуть недовольство игроков по поводу провального конкорда, как Сони вновь испытали на себе гнев интернета. На прошлой неделе компания официально представила Pro-версию PlayStation 5, которая обещает игрокам новой мощности. Сони анонсировали, что в новой консоли вычислительная мощность будет на 67% больше, работа памяти окажется ускорена на 28%, а рендер окружения во время геймплея будет быстрее на 45%. Я скорость. Из других фишек Pro-версии обещают улучшенный рейтрейсинг, SSD на 2 терабайта и апскейл, который будет выполняться при помощи нейросети, что значительно улучшит картинку для игр с PlayStation 4. На рынок PlayStation 5 Pro выйдет уже 7 ноября, и ее цена составит 700 долларов для США, 800 долларов для Европы и 100 тысяч деревянных в России. Сколько? И это несмотря на тот факт, что у консоли не будет дисковода. Его придется докупать отдельно за 15 тысяч рублей. Да ты шо, охуя? Тем не менее, многие уже задаются вопросом, стоит ли консоль этих денег, учитывая, что это всего лишь апгрейд. В том же анонсирующем видосе видно, что основная разница в более высоком разрешении, но в целом игры выглядят так же, как и на PlayStation 5. Но, возможно, мы почувствуем разницу, когда начнут выходить более требовательные игры, такие как GTA 6. Если вы вдруг собирались покупать консоль ради того, чтобы насладиться шестой частью великого автоугонщика в 4К с 60 FPS, то у меня плохие новости. Аналитик из Digital Foundry Ричард Лидбеттер сомневается, что PlayStation 5 Pro сможет потянуть игру в 60 FPS, так как у консоли недостаточно мощный процессор для симуляции миров Rockstar Games. Тем более, в сети появились слухи, что игру все-таки перенесли. Пользователь сайта GTA Base опубликовал пост, где утверждает, что игру перенесли на вторую половину 26-го года, тогда как ПК-версия будто бы запланирована к выходу спустя 12 или 18 месяцев после консольной, то есть только в 27-м году. Однако, скорее всего, это фейк, так как другие инсайдеры-журналисты сказали, что ничего не слышали о переносе, как и несколько сотрудников Rockstar, с которыми связался Джейсон Шрайер. В любом случае, какие-то детали о GTA 6 мы можем узнать совсем скоро, так как осенью нам наверняка покажут новый трейлер. Ведь после премьеры первого трейлера GTA 5 в 2011 году, также прошел год перед тем, как Rockstar показали второй трейлер и начали активно делиться деталями об игре. Так что до выхода GTA 6 у вас еще есть время продать почку. Ну или накопить на PlayStation 5 Pro. Кстати, на прошлой неделе закончили съемки экранизации клона GTA, Watch Dogs, что подтвердили Ubisoft, опубликовав кадр с площадки. И насколько авторы запарились над экранизацией, можно представить, если вспомнить, что картину снимали всего два месяца. Куда больше веры в новый сериал от Netflix, который как раз расскажет о Кремниевой долине, где происходило действие второй части Watch Dogs. Сериал под названием Thumblights, Розамон Пайк в главной роли, расскажет про схемы противостояния, видения и одержимости влиятельных людей и их подчиненных, которые борются за власть над самой могущественной индустрией, известной миру. Причем работает над сериалом сценарист ультиматума Борна и блудливой Калифорнии Скотт Пёрнс, а за права на этот сериал сражались Амазон и HBO. В общем, сериал звучит как смесь Кремниевой долины и наследников, что очень интригует. А вот Стивен Спилберг спродюсирует фильм «Война колы», который расскажет о противостоянии Пепси и Кока-колы за звание лучшей газировки во всем мире, тогда как снимет проект Джад Апату, постановщик короля Стейтон-Айленда. Приятно, что хотя бы Спилберг пытается делать оригинальный фильм, в то время как весь Голливуд помешался на продолжениях, ремейках и спин-оффах. Уже сейчас в работе находится возвращение 11 друзей Оушена, которые на этот раз не будут пытаться втюхать нам женский спин-офф, а станут полноценным продолжением оригинальной трилогии. В 14 друзьях Оушена должны вернуться Джордж Клуни и Брэд Питт, а в кресло постановщика метит Эдвард Бергер, известный по военной драме «На западном фронте без перемен». Вернуться из прошлого собирается и Декстер, который уже 13 декабря получит сериал-приквел «Декстер. Первородный грех», и на прошлой неделе «Шоу Тайм» показали новый тизер сериала. Очередной камбэк готовит и ледниковый период, ведь Джон Ли Гуизамо раскрыл, что Дисней работают над шестым ледниковым периодом, но пока никаких деталей проекта нет. Но учитывая, что в пятой части сюжет затрагивал космос, в шестой части, похоже, придется ждать мультивселенную. Зато новый мультфильм про автоботов и десептиконов не только не уронил планку, но и установил новую высоту для франшизы. Уже на этой неделе в прокат выйдут «Трансформеры. Начало», и критики называют мультфильм лучшим фильмом во франшизе, который вдыхает в серию роботов новую жизнь, но в то же время не нарушает канона и рассказывает продуманную историю с отличным юмором и захватывающими экшн-сценами. Короче, ждем. Как и следующий фильм Дэвида Финчера, который может стать ремейк триллера Альфреда Хичкока «Веревка», рассказывающий про двух молодых людей, убивающих своего сокурсника просто из интереса. После этого они прячут тело в квартире и устраивают там вечеринку, во время которой один из них начинает нервничать, вызывая подозрения их преподавателя. И на одной из главных ролей в этом фильме уже выбран Дэнзел Вашингтон. Также в работе у Финчера находится ремейк «Игры в кальмарах», который, по слухам, получит название «Игра в кальмарах Америка». Правда, этому проекту могут помешать обвинения в плагиате, так как на прошлой неделе индийский режиссер Сахам Шах подал судебный иск против Netflix из-за плагиата его фильма «Фортуны». По его словам, у сериала так много схожих моментов с его фильмом, что это просто не может быть совпадением. Основной сюжет, персонажи, темы, настроение, сеттинг и события «Игры в кальмарах» очень напоминают «Фортуну», исключая возможность, что все схожие моменты могут быть случайные. По сюжету «Фортуны» мафиози, контролирующий азартный бизнес, собирает группу удачливых людей, которым нужны деньги, и заставляет их участвовать в серии смертельных испытаний ради крупного денежного вознаграждения. Что-то мне это напоминает! На что Netflix сказали, что обвинение не имеет никаких оснований, и компания будет решительно отстаивать оригинальность «Игры в кальмарах» в суде. Ну и напоследок, лучшие из лучших. На прошлых выходных прошла церемония награждения Эмми, на которой отметили лучшие сериалы прошедшего года, и самым-самым среди них стал Сёгун, забравший аж 18 статуэток, включая награду за лучший сериал, актерские работы и режиссуру. Новый сезон «Медведя» забрал 11 статуэток, побив свой прошлый рекорд в 10 наград за сезон. Правда, звание лучшего комедийного сериала он проиграл. Сериалу «Хитрости». Награду за лучший мини-сериал получил нетфликсовский «Олененок», ну а Джоди Фостер получила свою первую статуэтку Эмми за игру в четвертом сезоне «Настоящего детектива». Ну а теперь я скажу вам, что нового вышло в кино, в сети и среди видеоигр. В мировой прокат вышли триллер «Не говори никому», где семья на выходные уезжает в гости к знакомым в загородный дом, но те оказываются не такими уж приятными людьми. Британский триллер «Критик» про театрального критика, который вместе с молодой актрисой противостоит своему новому начальнику. А в боевике «Игра киллера» наёмный убийца противостоит армии киллеров, которые сам же нанял, когда получил ошибочный смертельный диагноз. Игра киллера доступна и в российском прокате, где также можно посмотреть комедию «Ненасытные люди» про двух полицейских, которые отправляются на вызов и неожиданно убивают хозяйку дома и обворовывают его. Французский ремейк «Холопа» под названием «Холоп из Парижа» про избалованного мажора, которого отец решает перевоспитать, убедив его, что тот попал в прошлое. Любители пощекотать себе нервы могут сходить на хоррор-экзорцизм, в котором актёр соглашается сыграть в фильме ужасов, но его разрушительное поведение на съёмках заставляет его дочь задуматься, в чём проблема. В старой зависимости или одержимости злыми силами. В отечественной комедии «Любовь зла» вор вламывается в чужую квартиру и спасает хозяйку от самоубийства. Ну а комедия «Между нами» расскажет про драматурга, в чью квартиру неожиданно вселяются две девушки, после чего он понимает, что стал призраком. В онлайн-магазинах доступна для покупки готическая фэнтези «Ворон» про Эрика Дрейвена, который после смерти застревает между миром живых и мёртвых и мстит убийцам своей возлюбленной. На Disney Plus вышел мини-сериал «Лего. Звёздные войны. Восстанови галактику», где герой должен собрать заново галактику, расколотую древним артефактом, который поменял героев и злодеев местами. На Хул вышел второй сезон сериала «Старик» про бывшего царушника, который вновь вынужден взяться за дело, когда на его пороге появляется киллер. Там же доступен комедийный сериал «Как умереть в одиночестве» про несчастную женщину, которая меняет свою жизнь, едва не умерев. Ну а на Paramount Plus стартовал второй сезон «Короля Талсы», про мафиози, который создаёт криминальную империю в глухом Оклахомском городе. Для игроков тоже доступно очень много релизов. В экшене «Warhammer 40 000 Space Marine 2» игрокам предстоит в роли космодесантников истребить опасных существ для защиты всей империи. В гоночном симуляторе «Test Drive Unlimited Solar Crown» геймеры будут покорять дороги острова Гонконг. В «Lollipop Chance of Repub» ремейки экшена эпохи PlayStation 3 геймеры в роли черлидерши будут сражаться с зомби. Ну а из раннего доступа вышла стратегия «Satisfactory», где нужно исследовать незнакомую планету и строить там заводы. Также уже доступна приключенческая игра «Selfloss» по мотивам славянского фольклора, где Волф путешествует по постапокалиптическому миру, пытаясь залечить травму. Красочный экшен «I'm your beast», в котором тайный агент возвращается из отставки для важного задания и оказывается в центре партизанской войны с организацией «Инициатива по секретным операциям». Средневековый симулятор жизни «Mirthwood», где можно самостоятельно выбрать свой путь в фэнтезийном мире. Стратегический шутер «Wild Bastards», в котором можно сколотить собственную банду и путешествовать по разным планетам. Ну а на мобильниках вышел симулятор замков «The Elder Scrolls Castles», в котором игроки должны развивать собственный замок в сеттинге популярной RPG-франшизы. Ну а я на прошлой неделе купил абонемент в Третьяковскую галерею и ходил на выставку живописцев. Ходил смотрел на работы Левитана, Поленова, короче, очень сильно впечатлился, даже купил несколько книжек по живописи. Я очень люблю вообще художественное искусство и посмотрел два фильма про как раз-таки известных знаменитых художников. Фильм про Ван Гога, называется «Ван Гог за гранью вечности», что ли, не помню, какой-то там подзаголовок, забыл уже, какой, с Уильямом Дефо. Очень крутой фильм, прям очень круто показан Ван Гог с его вот этой любовью к художественным искусствам и с его вот такой травмированной психикой. Вы наверняка знаете, что у него была шизофрения, и в общем, фильм как бы погружается в его психику, погружается в его жизнь, в его работы. Очень интересная картина, посмотрите, называется «Ван Гог». Ну, а второй фильм, который я посмотрел, это фильм Андрея Кончаловского «Грех». И я был крайне удивлен тем, что это российский фильм, но он снят, я не знаю где, наверняка где-то в Италии, то есть в тех местах, в которых происходит действие фильма. Там все актеры нерусские, но есть, по-моему, там несколько русских актеров, которые на второстепенных ролях. Ну, короче, меня он очень сильно удивил в плане съемок, в плане истории. Это фильм про Микленджело, про его нелегкую жизнь, судьбу и его творчество, которое было супергениальным. Но ему приходилось манипулировать людьми, ему приходилось между двумя, короче, домами, папскими домами, или как правильно это назвать, короче, усиживаться на двух стульях, короче говоря. В общем, тоже посмотрите, мне очень понравился этот фильм, хотя концовка, конечно, могла бы быть, ну, поинтереснее. В конце фильм просто оборвался, как будто бы так и не поставив точку, но зато эту точку можно поставить самому, потом прочитав про Микленджело где-то в других источниках. Ну, или посмотреть какой-то видос на Ютюбе. Вот. И вот как раз к видосам на Ютюбе у меня не было для вас какого-то заготовленного видоса. Я сейчас, пока записывал этот новостной выпуск, вспомнил, что я недавно наткнулся на просто охренительную визуализацию четвертого измерения. Видос на английском, ну, если вы понимаете английский, то для вас это будет вообще находка. Ну, либо можно какую-то там программу по переводу установить, не знаю, в Яндекс.Браузере, по-моему, да, переводится. Короче, зайдите, посмотрите. Просто вот если вам интересно представить себе глазами, что такое четвертое измерение, вот видос этот дает такое представление. После этого видео у вас будет мышление работать немного по-другому. Вы будете прям, ну, четче себе представлять, как какая-либо фигура могла бы выглядеть в четвертом измерении. И у меня даже появилась своя теория того, что четвертое измерение существует в нашем мире, и как его вот понять. Короче, не знаю, может быть, когда-нибудь в каком-нибудь подкасте об этом расскажу, но не сейчас. Поэтому зайдите, посмотрите. Не помню название канала, оно появилось на экране. Так что, го. И не забудьте написать в комментариях ваши рекомендации по YouTube-каналам, фильмам, сериалам и видеоиграм. Жду. А на этом все. Не забывайте ставить ваши информационные лайки, а также подписываться на мой канал. Канта Крэм. Мы режем киноленты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!